Добрый день, уважаемые коллеги! Нашей темой сегодня будет поддержание идеального веса. Тема очень сложная, но решаемая как проблема, и мы будем с вами говорить о продукции Slim. Как уже давно выяснено, настоящая поддержка веса – это сбалансированное питание из качественных натуральных продуктов. Потому что сбросить вес часто не бывает очень сложно. Какие-то усилия, какая-то очень жёсткая диета, и сбросить его можно за 2-3 недели на 5-7 килограммов, но потом за те же 2-3 недели он может вернуться. То есть постоянное правильное питание, сбалансированное насыщение организма необходимыми питательными веществами – это залог правильного полноценного веса. Компания Фиберлик предлагает продукты серии Slim. Это оптимальное дополнение к правильному питанию для всех, кто хочет скорректировать свой вес и поддержать его в дальнейшем. Продукция Slim помогает соблюдать принципы здорового образа жизни без стресса и вреда для организма и активизирует важнейшие процессы в период изменения питания, то есть соблюдения диеты. Продукты, предназначенные для выполнения ключевых функций поддержки организма в период похудения, включают следующие компоненты. Компоненты для очищения. Это продукты, способствующие очищению организма от токсинов, шлаков, для связывания жира, от лишней жидкости и для того, чтобы был здоровый желудочно-кишечный тракт. Следующая задача продуктов – это насыщение организма питательными веществами, витаминами, микроэлементами, ферментами, аминокислотами и, конечно, белком. Третья задача – стимуляция обмена веществ. То есть это компоненты, стимулирующие обмен веществ и процесс сжигания жировой ткани. Или липолиза. Липоз – это жир. Лизис – расщепление его. И, наконец, в группу продуктов, компонентов, входящих в пищевые добавки, входят компоненты для контроля аппетита. То есть для снижения его, для того, чтобы они помогали и контролировать аппетит, и поддерживать диету. Немного о лишнем весе. Что такое лишний вес? Это увеличение веса за счет избыточного накопления жира, количество и распределение которого зависит от пола, возраста, этнической принадлежности, образа жизни, безусловно, еще от условий жизни и генетических факторов. Главная причина лишнего веса или, проще говоря, ожирения – это дисбаланс между поступлением пищи и энергии и расходов энергии, при котором происходит нарушение динамического равновесия между количеством рождающихся клеток подкожно-жировой клетчатки и уходящих клеток, уходящих на энергию для покрытия энергетических расходов организма. В здоровом организме существует динамическое равновесие, как я уже сказала, между рождающимися и расщепляющимися жировыми клетками. И, соответственно, ожирение – это нарушение этого равновесия. Необходимо знать, что существует много, достаточно много разновидностей ожирения. И не каждая, к сожалению, из них подлежит избавлению. Например, генетическое ожирение, которое передаётся по наследству. Но, к сожалению, это как раз то состояние, когда потенциальных жировых клеток, ещё как бы не увеличившись в объёме подкожно-жировой клетчатки, в 3-5, а то и больше раз, больше, чем у людей, не страдающих такими проблемами. В результате, сколько бы человек не тратил энергии и сил, как он не соблюдал бы диету, вес может снизить цену на 3. 4 килограмма, а его может быть больше на 20-30 килограмм. Безусловно, диета этим людям нужна для того, чтобы ожирение генетическое не прогрессировало с возраста. И поддерживать вес не на уровне, какого бы хотелось, но на уровне достойном, всё-таки можно, именно соблюдая диету и тратя энергию. Существует ещё эндокринное ожирение. Эндокринное ожирение – это вот нарушение равновесия между липогенезом, липоз, жир, генез, его рождение, и липолизом. Я уже говорила, это расщепление жира. Когда оно только следствие плохой работы щитовидной железы, при сахарном диабете, бывает при нарушении работы надпочечников. То есть лечить этот вид ожирения возможно только компенсировав сахар в крови у диабетиков полностью, наладив функцию щитовидной железы, улучшив функцию надпочечников. Тогда ожирение возможно лечить. В противном случае излечение от эндокринного ожирения тоже нереально. Никакая диета, никакая физическая нагрузка не поможет. Но в настоящее время в нашей стране, да и вообще на всём земном шаре, на первое место выходит социально-алиментарное ожирение. Социально, понятно, образ жизни. Алиментарное – это связано с тем, что едим. связано с неправильным питанием и материальной необеспеченностью большой части населения, которое вынуждено питаться кашами, картофелем и хлебом. Этот тип ожирения возможно излечить при нормализации питания. Надо сказать, что питание при ожирении в первую очередь белковое. белки расщепляются и дают организму энергию. В то время, как жиры расщепляясь тоже дают энергию, но не такую энергию, как углеводы. То есть в первую очередь организм тратит из своих запасов углеводы. А это, как я уже сказала, каша, картофель, хлебобулочные изделия. Именно они снабжают организм энергией. И только уже в последнюю очередь организм начинает тратить свои жиры, подкожно-жировой клетчатки. А белки – это вот тот продукт, от которого, при помощи которого, соблюдая достаточное количество приема, не объедаясь, потому что, если очень много ешь, то и на белках можно поправиться. А так, белки – это та диета, которую соблюдают при лишнем весе. Протеиновые коктейли Eat and Fit. Их три вида. Со вкусом крем-брюле, со вкусом банана, со вкусом капучино. Все три коктейля имеют общий состав. Только вкусовые наполнители отличаются здесь и кофе, и банан присутствуют для того, чтобы давать вкус коктейлю. Протеиновые – это значит белковые. Протеины и белки – это одно и то же. Компонентами протеиновых коктейлей являются протеины, изоляты протеинов. Что такое изоляты? Это изолированные, то есть это чистые, изолированные белки, которые полностью избавлены от жиров и углеводов и относятся к основным пищевым веществам, определяющим характер питания. И в организме существует около 50 тысяч различных типов белков. Основное назначение белков – построение новых клеток и тканей, обеспечение роста организма, развитие. А тогда, когда уже рост закончен, все равно белки необходимы для обновления стареющих клеток. Уже не в таком количестве, как детям и молодым. Белки не являются взаимозаменяемыми. Каждый белок в организме уникален и существует для специальных целей. Белки синтезируются в организме из аминокислот, которые образуются, в свою очередь, в результате расщепления белков, находящихся в пищевых продуктах. В взрослом возрасте, когда процессы роста уже полностью завершены, как я уже упоминала, еще раз повторяю, необходимость в применении белков снижается, но остается потребность в регенерации изношенных клеток. И вообще для любого возраста. Чем активнее физическая деятельность человека, и в зрелом возрасте тоже, тем больше потребность в белке. Количественное и качественное постоянство белков организма поддерживается за счет использования белков пищи, что подтверждает необходимость применения достаточно больших доз белка в любом возрасте. Первый компонент, вернее, несколько компонентов белковых в протеиновых коктейлях это изоляты, то есть изолированные белки. Чем они отличаются друг от друга? Изолят соевого белка является хорошей альтернативной животному, то есть мясу, птице, понятно, что такое животный белок. Он не вызывает вздутие кишечника и, соответственно, метеоризма, который возникает при употреблении молочных и животных жиров. Белок сои также помогает выводить из организма радионуклиды после облучения, излучения, как естественного пребывания на солнце, вредного излучения, так и, в общем, медицинского облучения, то есть очищает организм от токсин. Изолят белка риса один из основных продуктов лечебных диет для похудения. содержит вещества, способствующие быстрому заживлению ран и язв желудки и 12-спертной кишки. И ещё рисовый изолят обладает гипоаллергенными свойствами. Изолят горохового белка усваивается на 98%. Он побеждает по этому показателю практически все другие виды растительных и животных белков, но при этом в отличие от своего предшественника гороха он не вызывает проблем с метеоризмом. Гороховый протеин наиболее часто используется в спортивном, диетическом и вегетарианском питании. Овсяный протеин представляет собой богатый незаменимыми аминокислотами концентрат белка, полученный из трубей овса. Он также содержит природные антиоксиданты, поддерживает функцию щитовидной железы и тоже обеспечивает регуляцию обмена веществ. Концентрат сывороточного белка отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот, которые являются строительным материалом для выработки новых клеток и стимулируют синтез внутриклеточного белка, что приводит к быстрому росту мышечной массы и используется в спорте активно. Лецитин – замечательный компонент, который часто является отдельной пищевой добавкой, потому что осуществляет питание нервной системы, насыщает организм энергией, уменьшает гипоксию, препятствует образованию желчных камней и снижает холестерин низкой плотности и обладает мягким успокаивающим действием. Согласитесь, соблюдение диеты и недоедания, и какие-то переживания – это всегда стресс. Лецитин здесь может помочь. Иннулин – это пребиотик. Пребиотики – это продукты, которыми питаются пробиотики, бифидо- и лактобактерии, живущие в нашем кишечнике. То есть, являясь источником питания для полезной микрофлоры кишечника, микроорганизмы полезные превращают иннулин в питательную среду для своего размножения. Что позволяет им вытеснять патогенную флору кишечника и оздоравливать кишечник. Ферменты – бромелайн и папаин. Бромелайн – натуральный фермент, который содержится в сердцевине ананаса. Является очень эффективным средством для нормализации веса. Он воздействует на молекулы жировой ткани, не позволяя им связываться между собой и откладываться под конную жировую клетчатку. И участвует в расщеплении белков и жиров. Надо сказать, что бромелайн очень часто используется в пищевых добавках для борьбы с лишним весом. Еще один фермент – папаин. Из папаи рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока и язвенной болезни желудка. Расщепляет сложные белки до аминокислот. Ферменты также важны для ощущения молодости и жизненной силы, как витамины и минеральные вещества. Они не поступают в наш организм в нужных количествах при питании термически обработанной пищей. И на ризу с аминокислотами принимают участие в осуществлении практически всех процессов жизнедеятельности организма. Снижение ферментной активности очень часто приводит к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Следующий компонент – зеленый чай, который улучшает кровоснабжение и обмен веществ в центральной нервной системе. Укрепляет память, зрение, слух и омолаживает кожу, ногти и волосы. Аминокислота карлитин восстанавливает кислотно-щелочный баланс крови. Увеличивает уровень устойчивости тканей к действию токсических продуктов распада. Снимает гипоксию. Улучшает деятельность сердца. Снижает холестерин низкой плотности. Вообще, напоминаю вам, что аминокислоты – это класс соединений, в состав которых входит азот, кислород, углерод и водород. Аминокислоты – это соединения, являющиеся основными элементами, из которых образуются животные и растительные белки. Это первоосновы протеинов, необходимых для роста, развития и питания организма. И, наконец, микроэлементы и витамины. Микроэлементы – кальций, магний, калий, железо, цинк, селен, йод, медь, марганец. А витамины – антиоксиданты А, Е, С, Д3 и витамин группы В. Практически все – В1, В2, В3, В6, В12. Соответственно, витамины насыщают организм необходимыми для жизнедеятельности питательными веществами, которые необходимы всегда, в любом возрасте. Необходимы для красоты. Для красоты кожи, волос, ногтей. Для хорошего и правильного сокращения мышечной ткани. Для того, чтобы все органы и системы были укреплены. Гиповитаминозы – это состояние, связанное с недостаточным содержанием витаминов в организме. Вот последние 10 лет в столице 75 по данным учреждений важных выявлено до 70% школьников, детей школьного возраста, страдающих дисбактериозом, которые развиваются с возрастом. И представляете, что, в общем, каждый второй человек страдает дисбактериозом, нарушением как раз между балансом бифидо- и лактобактерий. Вот. И при развитии гиповитаминозов организм страдает и кожа в первую очередь. Витамин А и С синтезируют коллагеновые волокна. Витамин Е укрепляет мышцы лица и тела. Дефицит витамина группы В вызывает расстройство нервной системы и проблемы кожные. Развитие сибореи. Дефицит витамина Д вызывает остеопороз и кариес. Дефицит группы В – это расстройство пищеварения и нервной системы. Ну, это я буквально несколько слов сказала. Теперь минеральные вещества, которые в больших количествах присутствуют в нашем организме, это, например, кальций. И в мизерных количествах – это микроэлементы. Они содержатся в очень малых дозах в организме, но являются основным топливом биохимической кухни организма, так как используются как составные части различных ферментов, гормонов, клеточных структур. Ну и два слова. Дефицит кальция сопутствует аллергическому дерматиту, экземе, псориазе. При дефиците селена выпадают волосы, появляются пигментные пятна и дерматиты. Медь, дефицит, способствует нарушению пигментации. Дефицит хрома является одной из причин ожирения. Это очень кратко. Для чего нужны витаминные микроэлементы? Они у нас присутствуют в представляемых продуктах, коктейлях. Рекомендуется содержимое пакетика развести в стакане в 250 мл воды или молока, или сока, например. То есть, в общем-то, в любую жидкость удобную можно добавить. Вот. Для получения однородной массы рекомендуется их смешивать тщательно. При разведении в молоке и соках пищевая и энергетическая ценность продукта, конечно, увеличивается. Так что, коктейли разного вида, которые очень помогают и соблюдать диету для потери лишнего веса, и просто поддерживать лишний вес, да и просто людям, не страдающим лишним весом, вот такой перекус маленький совершать в условиях, когда они не могут пообедать. Или поужинать, или позавтракать. Концентрат пищевой прессованный калори-блок. Уже из названия видно, что это блокатор калорий. Хитозан – это клетчатка, то есть волокнистая структура, но не растительного происхождения, как мы привыкли, а добывается она из морских продуктов. Цель хитозана – он поглотитель калорий. В желудочно-кишечном тракте он, как любая клетчатка, впитывает жидкость и превращается в киселеобразную массу. Приобретает свойства энтеросорбента. Энтеро – кишечник, сорбент – очиститель. Связывает жиры, которые мы съедаем в процессе питания и выводит из организма любые токсические вещества. По существу он работает как пылесос с влажной уборкой. К тому же уменьшает аппетит, что тоже немаловажно, так как для возмещения энергетических потребностей организм начинает использовать собственный жир. Кроме того, хитозан связывает не только жир, который съедается, но и жир, из которого синтезируется холестерин в стареющем организме. Плохой холестерин низкой плотности. Хитозан его тоже связывает и выводит. Фенхель – это растение, которое оказывает нормализующее действие на пищеварительную систему. Помогает при лечении диареи, метеоризма, колитов, гастритов, при запорах, улучшает пищеварение и освобождает от скопления газов кишечники. Очень важный компонент, поскольку всё-таки речь идёт о пищевых добавках. И я бы сказала, что представляемая продукция, в частности, коктейли, это не просто пищевые добавки, а самые настоящие нутрицептики. Нутрицептики – это продукты питания. Белая фасоль стабилизирует процесс пищеварения и рекомендуется людям с замедленным обменом веществ. В диетах она помогает снизить вес, конкретно уменьшить окружность талии и бёдер и блокирует усвоение калорий. Если хитозан это делал, блокировал из жиров, то белая фасоль блокирует калории из сложных углеводов, снижая калорийность съеденной пищи. Ещё один замечательный компонент – горциния камбоджийская. Экзотический компонент, который широко используется при лечении лишнего веса за рубежом и во всех странах. Способствует естественному снижению веса, регулирует углеводный и жировой обмен, уменьшает активность серментов, которые образуют жир из углеводов, и усиливает процесс липолиза, расщепление жира. В результате её действия усиливается обмен веществ, уменьшается и замедляется процесс отложения жировой ткани, разглаживается кожа на животе, ягодицах и бёдрах, то есть помогает, в общем-то, и прицеллюлите. Показанием является целлюлит. Кроме того, горциния подавляет аппетит, снижает тягу к сладкому, что приводит к уменьшению количества употребляемой пищи и способствует формированию правильного режима питания. Хром – микроэлемент, регулирующий углеводный обмен. Широко применяется при проблемах из-за сахарного диабета, снижает аппетит, снимает тягу к сладкому и очень рекомендуется людям, которые вынуждены соблюдать диету с ограничением углеводов. Употребляется по три порции в день, запивая стаканом воды. Мы с вами говорили в первых строках о протеиновых коктейлях, а теперь очередь протеиновых батончиков. Eat and Fit со вкусом шоколада и со вкусом кокоса. Это тоже полноценные нутрицептики, продукты питания. Входят в них компоненты. Кокосовая стружка, то есть, как вы понимаете, это кокос, его содержимое, из которого сделана стружка. И благодаря волокнистой структуре кокосовая стружка способствует нормализации работы кишечника и выведению из организма токсинов. Кроме того, она обладает антиоксидантными и иммунокорректирующими свойствами. Кокосовая стружка благодаря волокнистой структуре способствует нормализации работы кишечника и выведению из организма токсинов и шлаков, обладает антиоксидантным и иммунокорректирующим свойствами, способствует повышению работоспособности, усиливает концентрацию внимания. Сыворотка молочная и сыворотка подсырная сухая, молочная, соответственно, при приготовлении молока, а подсырная при приготовлении сыра, выводит из организма токсины, утоляют голод и жажду, обладают жиросжигающим действием, положительно влияют на работу и здоровье почек, печени и кишечника и, главное, способствуют выведению жидкости при её задержке и незаменимы при отёках любой причины. Теперь известные нам изолированные белки. Изолят соевого белка, как я вам уже говорила, является хорошей альтернативой животному, не вызывает сдутия кишечника и метеоризма. Концентрат сывороточного белка отличается высоким содержанием аминокислот, которые являются строительным материалом для выработки новых клеток и стимулируют синтез белка внутри клеток. Концентрат молочного белка усваивается дольше, чем сывороточный, но способствует питанию и насыщению тканей организма на более длительный срок. И очень рекомендуется при интенсивных и длительных физических нагрузках, монотонной работе и высокой интеллектуальной активности. Следующим компонентом является коллаген. Коллаген – это основной белок соединительной ткани человеческого организма. Он входит в состав кожи, связок, сухожилий, костей, волос, ногтей, кожи, я уже сказала. И он очень нужен в этих батончиках, потому что очень часто люди, теряющие вес, приобретают обвисшую кожу на лице, на руках, верхней части, на ногах, на бёдрах, на животе, что, в общем-то, называется менять шило на мыло. Неизвестно, что хуже. И витамины, о которых я упоминала, когда рассказывала о коктейлях. Витамины А, Д3, Е, С и группа В, вся практически, которая насыщает организм необходимыми для жизнедеятельности питательными веществами. Я рассказала вам про нутрицептики. Конкретные нутрицептики, потому что очень часто встречаются формулы, в которых есть и питательные компоненты, но здесь просто вот чистые продукты питания. Коктейли и батончики. Концентрат пищевой прессованный Лесвит. Содержит немного компонентов, но очень важно. Это кальций, макроэлемент, который участвует в большинстве процессов жизнедеятельности организма. Как я уже говорила, из него состоят кости, 99%, зубы, много его в волосах и ногтях. Он оказывает благотворное влияние на центральную нервную систему, участвует в сокращении сердечно-скелетной мускулатуры, нервной проводимости, действие многих гормонов, регуляция активности ферментов. При дефиците кальция с возрастом, после менопаузы у женщин и несколько попозже у мужчин начинается остеопороз, от чего часто погибают люди пожилые. Горциния камбоджийская, о которой я уже рассказывала, способствует естественному снижению веса, нормализует углеводный и жировой обмен, уменьшает активность ферментов, которые образуют жир в подкольно-жировой клетчатке, усиливает процесс липользы, расщепления жира. И именно горцинию рекомендуют и при целлюлите, хотя целлюлит и ожирение – вещи совершенно разные. Тут целая наука существует, и как их различать. И целлюлит лечится гораздо тяжелее, нежели чем ожирение. И, наконец, третий компонент – хром, о котором я тоже упоминала, который влияет на углеводный обмен в организме человека, снижает аппетит, облегчает проникновение инсулина в клетки, рекомендуется для стабилизации уровня глюкозы в крови у диабетиков, и для снижения чувства голода при повышении аппетита у всех страдающих лишним весом и при соблюдающих диету с ограничением углеводов. Принимается одна-две порции в день, запиваются водой. Курс приема, как и всех, наверное, концентратов – один-два месяца по желанию. Концентрат пищевой прессованный метап. Это поликомпонентная пищевая добавка, в которой много компонентов. Сейчас я вам их перечислю и расскажу о них. Многие вы знаете уже, но какие-то и нет. Зеленый чай – всем известный антиоксидант, который улучшает кровообращение и обмен веществ в центральной нервной системе. Преимущественно укрепляет память, зрение и слух. Чай мате. Дормализует пищеварение, снимает спазмы кишечника при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, препятствует всасыванию жира, снижает аппетит, воздействуя на механизмы голодного мозга, который контролирует аппетит. Он снижает его именно не механически, как, скажем, клетчатка, когда она увеличивается в объеме и как бы связывает жиры и выводит их, а именно воздействие на мозговой центр голода, потому что центр голода находится в гипоталамусе. Это на основании черепа. Вот, контролирует аппетит, блокирует липогенез, формирование жировой массы и способствует липолизу, расщеплению жира. Какао. Всем известный напиток. Растение, из растения, из которого делается, стимулирует обмен веществ. В спорте очень применяется, потому что, потому что облегчает мышечную боль, после тренировок и длительной активной физической работы, восстанавливает силы организма после болезни, обладает антиоксидантными свойствами. Сельдерей. Содержит уникальный комплекс белков, витаминов, макро- и микроэлементов. Обладает успокаивающими свойствами, замедляет процессы старения. Используется для лечения нервных расстройств, возникающих в результате переутомления и в результате соблюдения диеты и проявления такого терпения выраженного, то есть снимает беспокойство. Петрушка. Оказывается, она тоже помогает избавиться от жировых отложений и подавляет чувство голода при перестройке рациона питания. Кроме того, петрушка выводит жидкость из организма лишнюю. Мы ещё о ней поговорим. Люцерна. Замечательное растение, которое тоже часто бывает в роли одна пищевой добавки. Снимает усталость. Гемогломин повышает. От подагры помогает. Мышцы укрепляет. Но она также улучшает функцию щитовидной железы. Укрепляет волосы, ногти и зубы. Что тоже важно. Фенхель. Нормализует пищеварительные функции. Помогает лечить диарею, метеоризм, запоры. Мы уже о нём говорили. Солодка. Антитоксическое успокаивающее действие. Мощное противовоспалительное действие замедляет разрушение собственных стероидов организма, из которых гормоны образуются, которые вырабатываются над почечниками. И ещё солодка усиливает эффект других растений. И очень часто добавляется, именно как такой связующий элемент, пищевые добавки. У нас уже было какао, а теперь у нас ещё кофеин. Увеличивает психическую возбудимость, улучшает концентрацию внимания, настроение, снижает утомляемость. И в небольших дозах стимулирует процессы возбуждения в коре головного мозга и помогает бороться с сонливостью. Снижает аппетит и расщепляет жировую ткань. Участвует в её расщеплении. Корица. Помогает нормализовать уровень сахара в крови, снижает уровень глюкозы, помогает при снижении лишнего веса. И, наконец, витамин С. Антиоксидант, способствующий усилению обменных процессов. Принимается одна-две порции в день, запивая жидкостью. Ну и, как я уже говорила, принимать нужно один-два месяца спокойно для усиления обменных процессов. И при этом, видите, существует всё для защиты нервной системы от стресса, для нормального пищеварения, снижения аппетита. То есть прекрасная тоже пищевая добавка. И, наконец, концентрат пищевой прессованный Гидрейн. Это малокомпонентный концентрат, необходимый людям, у которых есть склонность к задержке жидкости. в организме, к замедлению обменных процессов. Это очень хорошо для людей, например, с снижением, которые страдают ожирением, на фоне снижения функции щитовидной железы. Эндокринолог берет необходимую дозу для работы щитовидной железы. А концентрат Гидрейн поможет избавиться от задержки лишней жидкости. Петрушка, о которой мы уже варили. Она помогает избавиться от жировых отложений, эффективно подавляет чувство голода при перестройке рациона питания, выводит из организма лишнюю жидкость. Во многом за счет того, что снижает отечность и, соответственно, снижается вес. Использование петрушки во время соблюдения диеты восполняет недостаток ферментов и необходимую для организма, для пищеварения биологически активных веществ. Еще в пищевой добавке присутствует микроскопическая целлюлоза. Она присутствует во многих добавках, и я ее не упоминала, так как она, в общем-то, как стабилизатор присутствует. Но в случае пищевой добавки Гидрейн, микроцеллюлоза как бы составляет компанию петрушки, потому что от лишней, от жидкости принимаемой увеличивается в объеме, имеется в виду желудочно-кишечном тракте, снижает аппетит и очищает кишечник от пристеночных отложений. И, наконец, очень важные микроэлементы магний и калий. Дело в том, что при потере жидкости организма, если излишняя существует потеря, организм теряет калий. И это, в свою очередь, отражается на сердце. Калий играет важную роль в регулировании водного баланса, способствует процессам дегидратации, то есть удаления лишней жидкости, помогает устранить отеки, выводит лишнюю воду из организма, а также снижает утомляемость, снабжает сердце и мозг кислородом, помогает ясно мыслить и профилактирует развитие синдрома хронической усталости и магний. Магний имеет очень много функций в организме, тормозит развитие процесса возбуждения в центральной нервной системе и снижает чувствительность организма к внешним раздражителям, облегчает симптомы беспокойства, поддерживает оптимальное содержание кальция в костях, улучшает процесс усвоения организма витамина D, профилактирует остеопороз, выпадение волос и ломкость ногтей. Рекомендуется принимать по 1-2 порции в день, запивая воду. Это была последняя пищевая добавка линии Slim. Всего доброго!